Не едет Stinger на свои паспортные цифры Гораздо неприятнее то, что здесь есть вибрации в режиме drive на холостом ходу Я этот синтезатор сразу отключил, потому что уж слишком ненатуральным получается звук Ну да, корейцы сделали что-то с намеком на какое-то удовольствие от вождения, на какой-то спорт Но наверняка это просто какие-то рекламные слоганы Если хочется прям поехать очень быстро, то здесь с этим будут проблемы Шумоизоляция здесь такая средненькая Конечно, это не премиальный уровень Конечно, в ощущениях, ну, дизель едет, что и говорить, явно более напористо Такая сочная здесь тяга с самых низов Ну, в общем-то, здесь, пурлю, ты не получаешь той же искренней обратной связи, как и на Kia Вы знаете, я думал, что в BMW уже давно избавились от своих проблем с шинами Run Flat Но, видимо, нет, особенно в городе Трешка замечает слишком много короткой волны, постоянно подрагивает На продавленных люках она пинается Но мне кажется, что она теперь не такая честная, не такая натуральная, как была раньше Ребята, привет! Это канал Автоспот И в наших руках, наконец-то, самая настоящая классика мирового автопрома Как говорится, золотой стандарт Машины, которые с инженерной точки зрения многие автомобильные концерны ставят себе как ориентир Машины, которые любят в мире и, конечно, любят у нас в России Это BMW 3 серии У нас сегодня все как надо М-пакет, большие колеса, Shadow Line и правильный силовой агрегат Но, увы, уже прошли те времена, когда разумно достаточную трешку можно было купить за 2 миллиона Теперь вот это поколение серии G20 в нормальной, хотя и не самой богатой комплектации Стоит у нас уже больше 3 миллионов рублей Но ведь за это время на месте не стояли и те, кого раньше трудно было причислить к конкурентам трешки Теперь за более адекватные деньги вы можете взять себе вот такого красавца лифтбэк Kia Stinger К созданию которого, как мы знаем, ни много ни мало приложил руку человек, который раньше отвечал за спортивные М-ки от BMW Так что сегодня мы попробуем разобраться, стоит ли переплачивать за трешку или, может быть, Stinger едет ничуть не хуже Итак, погнали! Старая немецкая школа против новой корейской Что такое для нас трешка BMW и, собственно, почему она стала этим самым золотым стандартом мирового автопрома? Ну, во-первых, это, конечно же, платформа с классической компоновкой, то есть с продольным расположением силового агрегата Это мощные тяговитые моторы, драйверские настройки шасси Причем в этом поколении BMW, можно сказать, вернулась к истокам, потому что теперь на бензиновую 330-ю можно заказать блокировку заднего дифференциала Ну и, конечно же, это вот этот привлекательный и агрессивный дизайн Так вот, Stinger сделан ровно по такому же рецепту Здесь тоже платформа с классической компоновкой, та же схема подвесок, спереди стойка McPherson, сзади многорычажка Правда, с моторами у Stinger не все так гладко, но об этом мы сегодня, конечно, еще поговорим На заднеприводную версию Stinger тоже ставится блокировка дифференциала Ну, а уж про дизайн говорить не приходится, он у Stinger классный Самый доступный Stinger с двухлитровым турбомотором мощностью 197 сил стоит 2,215,000 рублей Но это будет базовая комплектация с задним приводом А полноприводный Stinger с этим же двигателем это уже 2,365,000 рублей И одна единственная комплектация люкс Если хотите Stinger с богатым набором опций, то там двигатель будет форсирован уже до 247 сил Будет только полный привод, и это минимум 2,5 миллиона рублей Тестовая машина сегодня как раз в такой версии, но это топовая комплектация GT Line И по официальному прайсу она стоит аж 2,945,000 рублей Конечно, не спорю, это очень дорого, особенно за автомобиль с эмблемой Kia Но на самом деле это мы просто еще не дошли до цен на трешку И да, напомню, что есть еще топовый Stinger GT с мотором 3,3 V6 мощностью 370 сил Но это, как вы понимаете, уже совсем другая история По официальному прайс-листу трешка только начинается от 2,7000,000 рублей Причем это за скромную заднеприводную версию 318i Чуть дороже дизельная 318d, затем идет 320i Но на дорогах чаще всего встречается, конечно же, версия 320d xDrive И именно такая трешка у нас сегодня на тесте Начальная цена на нее это 3,150,000 А у нас популярная комплектация M Sport Pure с парой дополнительных опций И она стоит уже 3,5 миллиона рублей И, кстати, интересный момент Калининградской сборке у трешек больше нет К нам машины поставляются либо из Германии, либо из Мексики Под капотом у Stinger 2-литровый мотор с твинскрольной турбиной и с непосредственным впрыском Естественно, он алюминиевый с цепью в приводе ГРМ И, как это часто бывает у корейцев, гидрокомпенсаторов у этого двигателя нет Выдает он 247 сил и 353 ньютон-метра крутящего момента Коробка передачи у Stinger это традиционный 8-ступенчатый автомат собственной разработки корейцев А полноприводная трансмиссия выполнена по привычной схеме для машин с такой компоновкой То есть основной привод идет на заднюю ось, а передок подключается многодисковой муфтой И оцените, сколько места здесь, вот в этом моторном отсеке Мне кажется, сюда легко поместится какой-нибудь двигатель V8 Ну и вообще, моторный отсек здесь так симпатично сделан Вот эти распорки создают настроение А если сюда вниз заглянуть, то виден пруток переднего стабилизатора и рулевая рейка с мотором электроусилителя У трешки двухлитровый дизельный мотор B47 с двумя турбинами 190 сил и 400 ньютон-метров крутящего момента Коробка передачи у BMW это классический 8-ступенчатый автомат ZF А полный привод здесь точно такой же, как и у Stinger Передок здесь подключается через муфту В моторном отсеке здесь, конечно, все поплотнее расположено Но все равно здесь очень хорошо видно, насколько Stinger компоновочно близок к трешке Здесь мотор тоже слегка сдвинут в пределы колесной базы И, пожалуйста, если заглянуть внутрь, тоже виден пруток стабилизатора и рулевая рейка с электромотором усилителя По нашим измерениям дорожный просвет у Stinger это 14,5 сантиметров Причем это с учетом адаптированной для российских дорог подвески То есть относительно европейской версии здесь клиренс на пару сантиметров выше У BMW дорожный просвет это 14 сантиметров Причем на нашей машине стоит обычная стандартная европейская подвеска с пассивными амортизаторами Полностью светодиодные фары у Stinger идут уже начиная с базовой комплектации Но адаптивными они будут только в топ-версии с мотором 3.3 У трешки LED-фары тоже будут во всех комплектациях Но конфигурация фар серьезно отличается В более доступных версиях стоят обычные светодиодные фары с одной линзой и с такими скромными мелкими ходовыми огнями А в более дорогих комплектациях будет уже вот такая адаптивная LED-оптика С двумя активными линзами, вот с такими остатками ангельских глазок и с лазерными прожекторами дальнего света Есть еще промежуточный вариант фар, который выглядит поинтереснее базовых, но в Россию его не поставляют Несмотря на то, что Stinger лифтбэк, багажник здесь далеко не как у Octavia Объем всего 406 литров, потому что пол здесь расположен очень высоко Да и вообще погрузочная высота здесь далеко не маленькая Ну вот в общем-то и все, никаких здесь полочек, ниш, ничего такого практичного особенно нету Под полом расположена докатка и есть электропривод, как вы видели, и вот такая твердая полочка Багажник у трешки можно открыть взмахом ноги под задним бампером Естественно, есть электропривод Отсек этот более вместительный, чем у Stinger, объем 480 литров Но подполья здесь нет вообще, потому что на нашей машине стоят шины Runflat, которым, понятное дело, ни запаска, ни ремкомплект не нужны Но, на самом деле, сюда вы можете заказать докатку, но при этом придется пожертвовать определенным объемом багажника И что интересно, в отличие от Stinger, здесь есть довольно практичные глубокие полочки по бокам Это задние места Stinger и, как видите, за счет большой колесной базы здесь у меня достаточно места в коленях Но обольщаться не стоит, это вам, конечно, никакая не оптима Потому что из-за покатой крыши у меня маловато места над головой И почти некуда убрать ступни под полностью опущенное переднее кресло Ну и смотрите, какой здесь внушительный центральный тоннель Из оснащения здесь есть подлокотник с двумя подстаканниками Дефлекторы обдува вот здесь по центру Причем есть возможность немного менять температуру вот этого воздушного потока То есть это некое подобие третьей зоны климата Еще есть вот здесь зарядные разъемы и подогрев второго ряда Конечно, низкая посадка с широкими порогами удобства тоже не прибавляет Это второй ряд трешки И сразу заметно, что колесная база здесь поменьше, чем в Stinger Потому что и запас места в коленях здесь поскромнее Но это классический седан, поэтому здесь больше места над головой И, в принципе, есть куда убрать ступни под полностью опущенное переднее кресло Но все равно не стоит думать, что в трешке прям комфортно ездить сзади Потому что спинка здесь расположена довольно вертикально И поза получается такая не совсем расслабленная Из оснащения здесь тоже есть подлокотник с двумя подстаканниками Есть полноценная уже зона климата Естественно, дефлекторы вентиляции по центру 12-ти вольтовая розетка И два зарядных USB разъема формата Type-C Ну и, конечно, за доплату здесь может быть подогрев второго ряда Посадка у Stinger такая абсолютно европейская Ноги вытянуты вперед Огромный диапазон регулировки рулевой колонки Очень неплохое кресло с такой развитой боковой поддержкой В общем, тебя здесь все это настраивает на такой вполне спортивный лад Хотя нельзя сказать, что здесь сидишь прям очень низко на полу Нет, все-таки здесь ты так слегка находишься над подоконной линией Обзорность вполне нормальная Крупные зеркала, не очень толстые стойки В общем, с базовыми вещами в Stinger все очень и очень здорово И мне нравится, что здесь есть такой намек на свой собственный стиль Конечно, многие кнопочки и рычажки мы уже видели на других автомобилях Kia Причем на более дешевых Например, подрулевые рычажки здесь вообще точно такие же, как на Kia Rio Вот эти кнопочки на руле, вот эта пластиковая ступица Она очень похожа на то, что есть у Rio И, конечно, статусности Stinger это явно не добавляет Но при этом остальные детали здесь выглядят очень интересно Например, вот эта форма передней панели Такая симпатичная, пухлые дверные карты Они так как бы слегка наплывают на переднюю панель Интересно смотрятся вот эти турбинки вентиляции Причем очень благородное на них усилие Вот этот блок клавиш симпатичный с отделкой под алюминий Широкий здесь центральный тоннель В общем, есть здесь свое оригинальное настроение Еще мне очень нравятся Stinger приборы Такие классические крупные шкалы Причем приборный щиток выполнен как бы слегка трехмерным Потому что здесь отдельно так колодцы выступают над дисплеем бортового компьютера Симпатичный такой аккуратненький шрифт В общем, и удобно, и красиво Комплектация у нас здесь очень богатая Есть панорамная крыша с люком Есть неплохая система кругового обзора Вентиляция сидений, беспроводная зарядка Память сидений, полноценный проекционный дисплей И аудиосистема Harman Kardon аж с 15 динамиками В общем, конечно, чтобы получить все то же самое в трешке Нужно будет доплатить миллион рублей, а то и больше В остальном, как и во многих других автомобилях Kia Все здесь логично, все клавиши расположены понятно, ясно Ничего не нужно искать Хорошее расположение ниш под мелкие вещи На виду зарядные разъемы Удобный и приятный блок климат-контроля И есть вот такой вполне вместительный бокс в подлокотнике Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном Тоже знакома по многим другим моделям Kia Да, интерфейс здесь не такой современный, как в новом седане K5 Но все меню сгруппированы логично Настройки находишь с первого раза Есть интерфейс Apple CarPlay и Android Auto Есть даже штатная навигационная система И очень неплохой отклик у этого тачскрина В общем-то, нормальная мультимедийка Посадка в трешке в целом похожа на стингеровскую Но, конечно, BMW, как всегда в своем репертуаре Сидишь здесь заметно ниже Вот эти спортсидения обнимают тебя плотнее К тому же у них еще и регулируются валики боковой поддержки Здесь можно себя прям так зажать по-боевому Но при этом у сидений механические регулировки Здесь нет регулируемой поясничной опоры И, если честно, мне как-то в них сразу сложно присидеться после стингеровских С обзорностью здесь тоже, в принципе, никаких проблем Крупные зеркала, вертикально расположенные стойки лобового стекла Хотя основание этих стойк все-таки покрупнее, чем у стингера По качеству трешка все-таки превосходит стингер Здесь более такая благородная кожа на руле Пластик во многих местах поинтереснее и помягче Клавиши все-таки нажимаются с такими более приятными усилиями То есть тактильно BMW, конечно, на уровень выше относительно Kia Но, на самом деле, здесь можно найти какие-то проблемы с уровнем исполнения Например, вот эти рычажки механической регулировки сидений Как-то совсем дешево сделаны Люфтят немного Вот эта вставочка на передней панели, ну, такая не совсем премиальная И, например, вот эта крышечка на центральной консоли Если ее закрыть, то заметны здесь такие неаккуратные швы И зазоры между остальными деталями И, конечно, комплектация у этой трешки гораздо скромнее, чем у стингера У нас нет здесь ни панорамной крыши с люком Нет вентиляции сидений Она, между прочим, для трешки вообще недоступна У нас простая аудиосистема Проекции, конечно же, тоже нет И вместо кругового обзора здесь обычная камера заднего вида Приборы у нашей трешки обычные, аналоговые И это очень хорошо Потому что смотреть на вот ту новомодную китайщину из странных BMW-шных шкал не очень приятно А здесь вот эти колодцы приборов, они находятся по таким темным тонированным стеклам Смотрятся здорово и информация считывается на отлично Но нужно понимать, что вот с этими базовыми приборами вы не сможете получить топовую мультимедийку Только вот такой комплекс с интерфейсом еще предыдущего поколения Но, в принципе, и в нем все понятно Как и в любой мультимедийной системе от BMW Все можно легко найти, поменять необходимые настройки Есть здесь минимальный набор функций Но, если честно, видеть вот этот интерфейс в новой трешке, зная, что есть уже более современный Все-таки уже как-то странно Друзья, если вы планируете купить себе стингер, трешку Или, может быть, какой-то другой новый автомобиль То заходите на сайт автоспот.ру Где собраны актуальные цены и скидки от официальных дилеров Причем, помните, что, как всегда, можно посмотреть не только максимально возможную скидку Но и различные варианты в зависимости от способа покупки Ну, а если автомобиль у вас уже есть То через автоспот вы можете записаться на плановое ТО со скидкой Чтобы это сделать, нажимаем кнопочку «Запись на сервис» Выбираем вашу марку, модель и модификацию И указываем номер ТО После этого перед вами высвечивается карта с ценами Вы эти цены сравниваете, выбираете лучшую и записываетесь Причем предложения представлены только от официальных дилеров Так что гарантию вы не теряете Пока онлайн-запись доступна в Москве и Санкт-Петербурге Итак, давайте замеряем разгонную динамику у стингера Стартовать будем с лонж-контроля Чтобы это сделать, выбираем режим «Спорт» Нажимаем на несколько секунд кнопку отключения системы стабилизации Жмем левой ногой на тормоз Газ в пол Поехали Заявлено 6,7 секунды до сотни 7,4 Еще одна попытка Есть еще один лонч Поехали 7,5 Ну да, никакими 6,7 здесь, конечно, не пахнет Последняя попытка Позволяет коробка делать три быстрых старта подряд Такие небольшие есть толчки и на переключениях 7,67 В общем-то, результат понятен Не едет стингер на свои паспортные цифры Но, если честно, ничего особо страшного я в этом не вижу Гораздо неприятнее то, что здесь есть вибрации в режиме драйв на холостом ходу И они здесь примерно такие же, как у дизельной трешки Вот это, конечно, недоработка Вообще, мотор с коробкой здесь уживаются неплохо Да, в режиме комфорт реакции на педаль газа так слегка задемпфированы Но ничего критичного То есть, есть просто небольшие задержки Но автомат при этом переключается плавно, незаметно, шустро И, в общем-то, если никуда не спешить, то это вас ничем не напрягает Но, конечно, если хочется погонять, то нужно уже включать режим спорт Тяги здесь во всем диапазоне оборотов, в принципе, достаточно Мотор не нужно высоко крутить, чтобы получить какое-то ускорение Нормальная динамика Да, не ураган, конечно, но ничего провального я в ней не вижу Интересно, что звук двигателя здесь может синтезироваться через аудиосистему Есть несколько режимов Упрощенный, нейтральный и расширенный Но, если честно, я этот синтезатор сразу отключил Потому что уж слишком ненатуральным получается звук А вот аппетит у этого мотора явно не соответствует его темпераменту Потому что вот мы здесь немного побыстрее на камеру поездили Причем без фанатизма И вот борткомпьютер уже показывает средний расход 13,8 литра на 100 километров А в городе при таком обычном совершенно ритме движения получается 12-13 литров Это, конечно, немало Конечно, до этого теста я был наслышан о том, что Stinger на свой паспорт не едет И, в принципе, примерно то же самое я думал и про шасси Ну да, корейцы сделали что-то с намеком на какое-то удовольствие от вождения На какой-то спорт Но наверняка это просто какие-то рекламные слоганы И вот тут я сильно ошибался Потому что шасси у Stinger шикарное Его не испортила даже адаптация для наших российских дорог Усилие на руле здесь такое очень чистое, очень прозрачное Реакции точные, живые Машины очень отзывчиво следуют за моими движениями Но, знаете, главное не эти отдельные эпитеты А главное то, как все это здесь работает в комплексе Потому что ты сюда садишься, разгоняешься И все, отсюда просто не хочется выходить Хочется мчать, хочется управлять этой машиной Потому что она дарит удовольствие Stinger получился прям такой живой, натуральный Как он пишет все эти дуги загородных шоссе Как перетекает из одного изгиба в другой Очень-очень здорово Если честно, до сих пор не верится, как у корейцев и это получилось Единственный минус в том, что касается шасси Здесь нельзя полностью отключить систему стабилизации Хотя да, на дисплее у вас загорается иконка о том, что она полностью отключена Но на самом деле ESP продолжает работать Поэтому в том, что касается какой-то траекторной динамичной езды Здесь все здорово А вот если хочется поскользить Если хочется прям поехать очень быстро на грани сцепных свойств шин То здесь с этим будут проблемы Ну и конечно обидно, что зимой полноценное удовольствие от этой машины ты получить не сможешь Удивительно, но настроение здесь создает даже плавность хода Stinger едет плотно, собрано, знаете, так правильно по-спортивному Без лишней раскачки Но при этом никакого дискомфорта даже в городе здесь нет На лежачих полицейских он не пинается, на люках не дрожит Короче говоря, о качестве асфальта ты здесь получаешь ровно столько информации, сколько нужно Баланс выдержан прям филигранно Шумоизоляция здесь такая средненькая Конечно, это не премиальный уровень Все-таки на скорости здесь проникают шины в салон Но ничего смертельного в этом нет В итоге сам не ожидал, что скажу такое вам Но из Stinger получается очень приятный автомобиль для водителя Да, конечно, здесь есть проблемы с тормозами Если ехать прям совсем динамично С несколькими жесткими торможениями подряд То в итоге тормоза перегреются Но если этим не злоупотреблять, все будет нормально А уж если найти какую-нибудь прошивку для системы стабилизации Которая позволит ее полностью отключать То получится прям совсем здорово Теперь разгон с места для трешки Коробку в режим S Силовой агрегат в режиме Sport Старт с двух педалей Поехали Гораздо более бодрый рывок, чем у Stinger Но дальше, в принципе, похожее ускорение 7.1 Еще одна попытка Поехали 7.4 Как видите, разница по цифрам между Stinger и трешкой совсем небольшая Да, может быть, иногда BMW чуточку получается быстрее Но, конечно, в ощущениях Ну, дизель едет, что и говорить, явно более напористо Такая сочная здесь тяга с самых низов А уж если учесть то, как классно здесь настроен вот этот восьмиступенчатый автомат ZF Какая здесь точная связь по педали газа То, конечно, 320d по силовому агрегату Stinger превосходит И не забывайте, что этот дизельный двигатель, конечно же, гораздо экономичнее Если двигаться в спокойном ритме, то в городе, я думаю, вы легко здесь уложитесь в 9 литров на сотню, а то и меньше У нашей трешки обычное шасси со стандартной базовой рейкой И реакция здесь в целом более спокойная, чем у Stinger И вы знаете, сам не ожидал, но здесь в BMW мне усилия на руле нравятся меньше, чем в Kia Понятно, что оно здесь в целом нормальное, но все-таки пересаживаешься из Stinger И понимаешь, что руль не такой натуральный, не такой прозрачный Что чуть он зажат в нуле, отклоняешь его на небольшой угол, он так и может там зависнуть Ну, в общем-то, здесь по рлю ты не получаешь той же искренней обратной связи, как и на Kia Хотя, конечно, держак на дуге у трешки просто спорткаровский За траекторию она здесь цепляется прям мертвой хваткой И в целом, если ехать на ушах, то трешка азартнее, чем Stinger Она собраннее, она активнее доворачивается под тягой Но ведь до этого предела еще нужно дойти, а он здесь ох, как далеко А если просто ехать динамично по извилистым дорогам, то вести Stinger приятнее, чем BMW 3 серии Вы знаете, я думал, что в BMW уже давно избавились от своих проблем с шинами Runflat Но, видимо, нет, потому что вот эта машина на стандартной пружинной подвеске Никакой не M-шасси И получилось оно очень и очень тряским По крайней мере, вот на этих 19-дюймовых шинах Runflat Особенно в городе Трешка замечает слишком много короткой волны Постоянно подрагивает На продавленных люках она пинается На стыках довольно грубые удары приходят в салон Так что плавность хода мне в Stinger тоже нравится больше Там все так более округло, более нежно происходит Хотя, наверное, можно выкинуть отсюда эти Runflat И в трешке тоже станет покомфортнее А вот шумоизоляция у трешки ожидаемо получше Во-первых, здесь очень здорово заглушен этот дизельный мотор Да, он вроде бы должен тарахтеть, грубо работать Но нет, в салоне здесь от него абсолютная тишина Во-вторых, трешка получше изолирована от каких-то внешних шумов Но в целом я бы не сказал, что разница какая-то катастрофическая Потому что и здесь разгонишься и этот самый Runflat начинает довольно сильно шуметь В итоге, ребята, что получается? А получается, что если не гнаться за именем, за премиальным брендом То можно смело покупать Stinger И это будет очень и очень приятный автомобиль А трешка, ну мне кажется, что она теперь не такая честная Не такая натуральная, как была раньше По крайней мере, вот на этой базовой подвеске А если вы хотите купить BMW ради комфорта То уж точно не стоит брать третью серию на Runflat На сегодня это все Напишите в комментариях, кто вам больше нравится Трешка или Stinger и почему И подписывайтесь на канал, ставьте лайки Увидимся с вами на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok